Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубик 3х3 от компании ЧАИ, называется МП. Это целая серия с 2х2 по 5х5. Кажется, там была еще и пирамидка, и пришла она на замену серии МС. 3х3 МС от того же ЧАИ. Такая серия выпускалась раньше. Посмотрим, что поменялось. Во-первых, упаковка стала такая красочная, более детская, веселенькая. Написано МП, какие-то буковки, код товара QY3083. Информация различная. Открываем. Здесь нас встречает инструкция. На всякий случай откроем. Ничего нового. Обычное. Дальше. Setting Tools. Инструмент для настройки. Такого еще не было, на первый взгляд. Может показаться. Вернемся позже. И далее бокс с самим кубиком. Более ничего. Бокс нам уже знакомый. Был у серии Волк. Открывается. Легко. Почти. Крепкий. Мощный. С белым основанием. Сам кубик. Сразу сравним с предшественником. Видим, что он по размеру чуть меньше. Чем МС. У МС был просто логотип ЧАИ и буковка М. Здесь же логотип ЧАИ и буковки МП. Что-то уже поменялось. Также у МС логотип это наклейка. Кремль покрыта пленочкой. Здесь же логотип напечатан. Центр более скругленный. Ну и так видно, что немного строение изменено. Позже сравним. Я только что закончил финальный 50 сборок на камеру в процессе тестирования этого кубика. Всего более 1000 сборок я произвел. И сразу скажу, что это худший кубик из тех, что я тестировал за последнее время. Это были R-Stream Maglev, Yuxin, Little Magic 2 из бюджеток. Ну топовый, понятно, все этот кубик будут превосходить. На очереди еще Дианшенг из бюджетных. Посмотрим, что будет. Не распаковывал еще. Буду тестировать следующим. Но из тех, что мне довелось крутить в последнее время, этот кубик самый неудачный. Давайте сделаем сборочку. Послушайте звук. Ну и просто сборку. Так. Совсем неудачно начал собирать. Но у меня почему-то к нему сложилось негативное отношение. Давайте разбираться почему. Во-первых, давайте начнем с положительных моментов. Это все-таки объективный обзор. Что здесь хорошего? Хорошего это система регулировки. Давайте сразу вскроем ее. Посмотрим. Вкроем крышечку. И увидим. Вот новая система регулировки. Похожая уже где-то была. Давайте посмотрим, что же там внутри у торнадо. Это торнадо. Это МП. Мы видим, действительно есть сходство. У торнадо есть еще вторая система настройки, которая на моем кубике почему-то не работала. У МП второй системы нет. Ну, по идее, получилась одинаковая система регулировки. Ну, надеюсь, есть владельцы торнадо В2, у которых вторая система тоже работала. В чем суть? Ну, здесь просто кружок, который вот этим ключиком можно вращать. И вращать можно против часовой стрелки. Есть несколько положений. 5, кажется. И все они различаются по цвету. Видна циферка. То есть, это уже сразу хорошо. Визуально сразу понятно, какая грань, в каком положении находится. Но, что плохо, то, что это все не сбалансировано. Как и торнадо, этот кубик пришел очень сильно затянутый, хотя стоял на среднем положении. Я потерпел сотню сборок, чуть больше, может быть, лучше не стал, поэтому стал откручивать назад. И делал кубик менее затянутым. В итоге, синее положение на единичке. Стоят все грани, и кубик все равно какой-то не такой, сильно лакопящий. Хотя, он достаточно растянутый. Даже сильнее, наверное, чем торнадо. Но, в итоге, крутить его все равно не очень. Также стоит отметить, на торнадо центральный винтик был вообще заглушен. Его не получится повращать. Здесь же винтик видно. Но он гораздо меньшего размера, чем на других кубах. То есть, здесь нужна специальная мини-отвертка. Мини, имею ввиду, наконечник должен быть очень маленький, очень острякий. И это понятно, потому что настройка, если есть дискретная, то винты крутить не надо. Об этом я говорил обозревая кубик RS3M. Там оставили возможность крутить винт, что обесценивает дискретную систему настройки. Здесь же технически с обычной отверткой повращать винт не получится. Поэтому настройка как бы адекватная. Жаль, неудачная. Да, и мы видим, вот этот ключик, он на что-то похож. Раз такое же было на Торнадо, очевидно, ключик от Торнадо, отверточка, которая была в X-Men BLV2 и в Торнадо, вот она такая, с несколькими насадками, тоже здесь работает. То есть, одно и то же. Визуально мне этот белый ключик сразу что-то напомнил. И вот быстро нашелся оригинал. Но это, естественно, насадка. Да, на этом кубики можно собирать быстро. Возможно, найдутся любители, кому это понравится. Но он достаточно громкий, жесткий, очень жесткий. Если вот брать потом в руки RS3M какой-нибудь, небо и земля, абсолютно разные кубы. Вот Юксин и RS3M Моглев. Их берешь и уже как бы отдыхаешь. Это хорошие кубики. Ну, а RS3M он сам по себе мягкий. Я не скажу, что эти кубики суперудачные, но они гораздо лучше, чем ЧМП. Да, можно на нем собирать быстро. У меня на нем есть сборка чуть больше 10 секунд, которых не было на предыдущих кубах, которые я тестировал. Но это совершенно не значит, что собирать этот кубик приятно. Я, честно говоря, хоть и без самого сильного негатива дособирал эту тысячу, но и без особого удовольствия. Бывает настроение сесть, покрутить трешку. Котом, о чем ты размышляешь? И да, этот кубик как раз я брал с собой на отдых, в лес, где я отдыхал с семьей. Открутил на нем там сборок 100 и как бы больше не захотелось. В течение двух недель где-то я эту тысячу крутил. В итоге с перерывами. Думал, мое отношение поменяется, но все же нет. И сегодня вот эти финальные сборок 70 я крутил и, возможно, это усугубилось тем, что были холодные руки, в квартире прохладно. Сборки были совсем неудачные. Сотка даже не опустилась ниже 16 секунд, то есть хуже всех предыдущих кубов. Я не рекомендую GMP 3х3 для покупки. Возможно, кому-то понравится. Он не похож на MS. То есть стиль вращения какой-то другой. У Торнадо была та же проблема, что из коробки он был туговат. И я также ослабил его на единичку, на самую слабую позицию жесткости. Но Торнадо все-таки топовый куб и вращается он по-другому, терпимо. Здесь, не знаю, постоянные локапы. Вот такие вот. И несмотря на то, что он жесткий и постоянно локапит, он еще и подвержен флипу уголков из-за того, что он растянут. Как-то совсем его это не красит. Быть может, мне досталась какая-то не самая удачная версия. Мне в последнее время что-то совсем не везет на головоломки. Но модель эта неудачная. Мне не понравилось, рекомендовать и не могу. Просто для порядка сравним строение MS и MP. Возможно, это кому-то будет интересно. Вот ребра. Мы видим цветной пластик это MS. Черный пластик внутри MP. Смотрится красиво и видно, что это совершенно разные кубы. Да, и у MP видна магнитная капсула. Уголки тоже сильно отличаются. Совершенно не похожи. У MP такая вот сеточка. Все пытаются походить на ган с его сотами. Вот здесь такая сеточка. Не знаю, видно. Должно быть. Я заодно разобрал торнадо. И здесь мы видим сходство гораздо больше. С левой стороны MP, с правой торнадо. Отличия есть, но ребра похожи. Гораздо больше похожи, чем MP и MS. Капсула у торнадо, конечно, покрупнее. Это вот торнадо, МП. Ну и уголки. Торнадо, МП. Похожее строение. То, что черный пластик и цветные пластинки. Капсула. Здесь паутинка. Здесь сеточка. Ну, какое-то сходство есть. Хотя у торнадо ножка вот такая тонкая, звонкая. А у МП есть усиление. В итоге у МП гораздо больше сходства с торнадо. По крайней мере, мне так показалось. И по ценовой категории, конечно, МП подороже. Там в комплекте бокс. Система регулировки, конечно, такая, как мне нравится. То есть можно видеть то, что ты настраиваешь. Не как у RS3M. Но в итоге куб не очень. Как-то так и вышло. Больше я собирать этот кубик, наверное, не буду. По понятным причинам. Те, кто хочет посмотреть 50 сборок на камеру без монтажа, можете найти их по ссылке в описании. Дальше у нас будет Дианшенг S3M. Сегодня буду его распаковывать, смотреть. MS3L откладывается непонятно на какое время. Я тут открыл коробочку и увидел, что мне прислали не ту версию. Я заказывал с двойной магнитной системой. А здесь слабые магниты. Но стандартная версия. Заплатил-то я за двойную систему магнитов. А прислали обычную. То есть этот кубик я крутить не собираюсь. Пока веду переписку с продавцом. Обзор откладывается. Не пойми насколько, будет ли вообще пока непонятно. Но зато тем временем приехал MGC Evo. Также запакованный. Приехал только вчера. Скорее всего MGC я протестирую раньше. Также вместе с MGC приехал с Cube Wonder Z. И он не крутится так, как нужно. То есть по идее он должен при вот таком положении треугла с черточками с одной стороны. Он должен вращаться как с Cube. А он не вращается. Это либо брак, либо наклеили стикеры неверно. Пока я не разобрался. Возможно, буду разбирать механически. Смотреть, что внутри. Если ничего не получится, то также буду общаться с продавцом. Значит, пока не разберусь. Ничего про него рассказывать тоже не буду. Позревать неполноценную модель не стану. Но он вот и есть лежит. А на этом у меня все. Не рекомендую MPC ЧИ никому. Если у кого-то другое мнение, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok